По государственной программе импортозамещения 13 брянских предприятий реализуют крупные инвестиционные проекты общей стоимостью почти 14 миллиардов рублей. Брянский арсенал замещением импортной продукции начал заниматься еще три года назад. Своим опытом они поделились с участниками круглого стола. На сегодняшний день автогридеры брянского арсенала занимают 65% всего рынка этой спецтехники в России. К концу года планируется увеличить долю до 80%. Все это благодаря государственной программе импортозамещения и вовремя проведенной модернизации, говорят машиностроители. Полностью реконструировали свое производство и построили новый сборочный цех и новый конвейер еще в 2013 году. Первый этап модернизации суражской фабрики «Пролетарий» позволил увеличить объемы выпускаемого картона на треть. Сегодня проходит второй этап и уже продукция на расхват. Суражане планомерно замещают европейский и украинский картон. Сегодняшний так называемый кризис мы особо не чувствуем. Есть нюансы, но учитывая то, что мы все-таки вышли на внутренние рынки и замещаем аналоги из западных стран. Не обошли участники деловой встречи и проблемных тем. Высоких процентных ставок по кредитам и жестких условий их предоставления. Все это сдерживает развитие предприятий. Говорили о последствиях санкций и колебаний курса валют. Кстати, от ослабления рубля некоторые уже выиграли. У нас рост пошел за счет новых потребителей. Раньше импорт брали, теперь пошли к нам. Уже сегодня промышленники получают налоговые льготы на инвестпроекты, а также региональные и федеральные субсидии на процентные ставки по кредитам. Карачевский «Метаклей» в числе 20 крупнейших предприятий страны включен в программу поддержки инвестпроектов. Компания в сентябре получит кредит 300 миллионов рублей под 5%. С 1 октября 20% выпуска всех труб большого диаметра будет изолироваться нашим новым материалом. Если мы раньше использовали западную технологию, то с 1 октября вот эти 20% полностью созданы по российским технологиям. Субсидии уже получили такие гиганты, как БМЗ, Брянск, Сталь, Новозыпковский машиностроительный завод. Господдержку могут получить и другие предприятия региона. Мы дали свои предложения Минпромторг и ждем, они обобщают всю информацию. И те направления промышленного производства, которые способны наше предприятие развивать, мы хотим получить тоже предложение от дополнительных заказов со стороны государства. За 7 месяцев года рост промышленного производства, в том числе благодаря реализации программы импортозамещения, составил в области 12%. Екатерина Морозова, Олег Жеребчевский, Вести Брянск.